Виталий, приветствую тебя! Приветствую! Наша встреча после небольшой паузы, как я уже отмечал, стараемся с этими эфирами наверстать, конечно же, упущенное. Возможности на рынке всегда будут, друзья, поэтому не расстраивайтесь, особенно сейчас на весьма волатильном, активном рынке, тоже позитивный момент для спекулянтов, потому что в движениях как раз и скрываются возможности, которые мы пытаемся конвертировать в прибыль. Мы с Виталием традиционно вам стараемся в этом помочь, друзья, потому что разбираем мы технически и фундаментально самые интересные сделки и именно говорим о том, где по нашему мнению сейчас есть очень хорошие шансы вот извлечь вот этот напрос. Ну что, начнем тогда с меня. Сегодня я бы хотел прям стартануть с одного валютного актива, который мы не так уже часто рассматривали во время наших прошлых эфиров. Это новозеландский доллар. Давай к демонстрации перейдем. Давай. Очень активный рост, причем уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 торговых сессий подряд. 0,6777 в моменте мы видим котировки по новозеландскому доллару и завидная такая стойкость покупателей, учитывая то, что мы, как и все трейдеры и спекулянты, сейчас заложники новостного фона, связанного с событиями в Восточной Европе. И когда ритки проседали, новозеландский доллар был довольно стойким. Сегодняшний рост, он более чем фундаментально обоснованно, потому что это реакция трейдеров на итоги заседания Резервного банка Новой Зеландии, которое завершилось фактически несколько часов назад. И в соответствии с прогнозами, как и ожидалось, Резервный банк Новой Зеландии логично отреагировал на рост инфляции, по-моему, 5,9% от Новой Зеландии. И это максимальное значение потребительских цен больше, чем за 27 лет. Рынок труда тоже на хороших значениях уровень безработицы, тоже, если мне не изменяет память, в районе 3,2%. Это, по сути, уровни, которые мы видели до пандемии. И Резервный банк Новой Зеландии, он уже радовал нас ранее, во время прошлых заседаний, решением по ужесточению монетарной политики. Но в этот раз не просто повысил процветную ставку, а фактически без каких-либо двухмысленностей, неоднозначностей дал понять, что на этом он не остановится. И сейчас, после тех расправительных заявлений, которые были сделаны, мы смело настраиваемся на то, что каждое последующее заседание Резервного банка Новой Зеландии будет сопряжено как раз с решением очередным по росту процентной ставки. Потому что в планах Резервного банка разогнать ставку до 2,5% от конца этого года. Я очень надеюсь на то, что планы этого регулятора не изменятся, поэтому сегодня акцент на валютную пару, ну, конечно же, сперва как на сделку с краткосрочным потенциалом. Но я думаю, что выгодные покупки вот на текущих отметках могут стать началом даже долгосрочного трейда. Тем более, что часто я привожу в качестве ориентированных прогнозов многих инвестбанков. Вот сегодня увидел ArtCity, которые теперь ждут на отметке 0,72 пары. Новозеландский доллар, отмечу сразу, что довольно низковолатильная валютная пара, поэтому на движение до 0,72, конечно же, ему потребуется очень много времени. Но сейчас, друзья, я предлагаю, несмотря на уже активный рост в моменте, дождаться небольшой коррекции в районе 0,6750, там уже покупатель с целями 0,69 и стоплостно на отметке 0,67. Так, дальше идем. Британская валюта. Тоже сегодня на азиатской сессии мы видим, как активизируются покупатели. Котировки 1,3610. Здесь предлагаю брать по рынку, как раз в районе 1,36, стоплостно поставить на уровень 1,3540 и уже ориентироваться на больший рост пробоя вот этого сопротивления 1,3636, которое сейчас видно в локальной линии сопротивления. Здесь прогноз по ужесточению монетарной политики, тоже основан на ожиданиях роста процентной ставки. После последних отчетов на этой неделе производственный сектор, сфера услуг, хорошие цифры, которые подогрели, опять же, интерес к идее того, а будет ли Банк Англии снова повышать процентную ставку. Я думаю, что будет. И сделает это уже фактически через две недели, повысив ее на 0,25%, хотя я только что сказал про Сити, они ожидают, что Банк поднимет ставку в этот раз сразу на 0,5%. Я рассчитываю, что этот рост продолжится. И, ну, я, в принципе, озвучил, полагаю, что как раз вот новозеландский доллар и фунт, с учетом изменений в риторике регуляторов, пожалуй, немногие рисковые активы валютного рынка, которые могут показать бычью динамику. Я могу ошибаться, но все-таки, друзья, имейте в виду, я сделал акцент на такой однозначный ростной фонд. Если вы согласны с тем, что перспектива ужесточения политики – это позитивный фактор, то, пожалуйста, сделки можно брать в работу. И еще один из самых любимых моих активов в последнее время – это золото. Я, опять же, после своего возвращения рекомендовал всем активно золото брать. Мы видели уже максимум почти за 8 месяцев 1915 долларов за трость к унцу. Да, это еще не рекордный показатель, который мы видели некоторое время назад, выше 2000 долларов за трость к унцу. Но все начинается с малого. По золоту сейчас очень даже немалый рост, потому что фактически за несколько недель золото выстрелило больше, чем на 100 долларов. И, на мой взгляд, это еще не предел, потому что золото будет получать и дальше поддержку на фоне растущей инфляции, на фоне того, что этот инструмент сейчас получает поддержку по факту притока ликвидности фонда, который специализируется на инвестициях в золото, ETF, фонды взаимных инвестиций, хедж-фонды. Геополитика тоже как риск из-за того, что мы не знаем, что будет дальше. И каждый раз, когда на рынке есть вот этот большой вопрос, что будет дальше, это причина повышенного спроса на защитные инструменты, к которым традиционно относится и, собственно, золото. Очень часто мне говорили, а как же доходность американских облигаций и рынок казначейских трежерей, почему они сейчас не пользуются таким спросом? Все это просто, потому что из-за высокой инфляции, как мы знаем, реальная доходность этих трежерей находится ниже плинтуса, фактически на отрицательной территории. Если говорить о больших деньгах, о крупных институциональных фондах, на мой взгляд, лучше, чем золото сейчас вообще нет никакого актива. То есть инструменты, которые не просто помогают пережить какие-то неопределенные времена, но еще за этот период времени не заработать. Я рекомендую пока что смотреть позитивный верх по золоту и, соответственно, ждать закрепления этого актива выше 1920 долларов и движения в районе 1950. Виталий, слово тебе. Ну, по золоту с тобой согласен. Среднесрочно тоже вижу покупки в район 2000, возможно, и выше. Конечно, есть там один нюанс. Возможно, будет какая-то ловушка по золоту, и оно прокатится хорошо вниз, поэтому если там покупать, то обязательно соблюдать риски все время. На текущих значениях я бы уже не покупал. Если будут какие-то коррекции хорошие, то там бы присматривался к покупкам. Как-то вот так. Кстати, рассмотрим аналогичные инструменты, которые ты назвал, в принципе, согласен с тобой, по новозеландскому доллару. Там была неплохая такая разворотная фигура еще на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, вот здесь на минимумах. То есть я с учениками покупал фунт-доллар. Аналогично, согласен с тобой по поводу лонга. Покупались с ребятами вчера и сегодня. То есть вижу цели на вот эти максимумы, которые были на прошлой неделе, и, возможно, выше в район 1.37, а там уже посмотрим по факту, что будет рисовать фунт. Поэтому пока дублировать не буду идеи, но, скажем так, к слову, какие от себя идеи хотел бы назвать. Это евро-доллар, это возможный рост данной пары. Здесь есть вариант среднесрочного роста по данному инструменту. Какие причины? То есть мы сломили вот этот нисходящий тренд, который длился, ну, так скажем, там, практически больше полугода. Мы его в текущем месяце, в феврале, мы его сломили импульсом хорошим. Сейчас идет коррекция. И рассматриваю рост с текущих, то есть 1.13, текущий сейчас 30 с копейками. Мы торгуемся. Цели, пока я вижу, по евро-доллару, это хотя бы взять 1.15. Это такие первые локальные цели. И, возможно, мы где-то будем расти там в район 1.17 и выше. То есть это среднесрочно. Будет ли это с текущих, мы пойдем. Или здесь еще запилят какой-то такой боковик на месяц-два и потом только вверх. Еще, возможно, там будем тестировать минимумы. Поэтому покупаем с текущих стоп-лосс за вчерашние биди, где-то в районе 1.12.80. Если сработает стоп-лосс, будем находить новые точки на покупку, так как рассматриваю сценарий с ростом по евро-доллару. Аналогично, кто торгует там индекс доллара, здесь аналогичная ситуация. Ну, чуть-чуть картинка другая. Пока тренд вот этот восходящий, он не сломлен, но здесь аналогично. То есть все, что ниже уровня 96, рассматриваю на шорт аналогично с целями 95-94 и ниже. То есть пока по данным инструментам. Мы как раз аналогично как евро сделали импульс вниз, коррекция 50% и рассматриваю снижение вниз. Обязательно там соблюдать риски, потому что это рынок, скажем, здесь могут быть разные сюрпризы. Как-то вот так. Ну и, в принципе, все по, скажем, другим активам, рискованным. Возможно, скажем, вот этот, скажем, конфликт, который идет, как ты сказал, в Восточной Европе, возможно, он пойдет, скажем, на снижение. Конечно, его сильно раздувают в, скажем, западных СМИ, особенно там американские СМИ. Ну, как в этом фильме, возможно, видел, хвост виляет собакой, да. Есть такой американский фильм, старый, достаточно, ну, скажем, такой нудный фильм, но он показывает реальное, скажем, положение по новостям в мире. Скажем, я думаю, что вот эти все новости, они закрывают два момента, которые происходят в мире. Это первый мир, это первый момент, это протесты, которые проходят в Канаде и в других странах мира. Они нарастают немножко, да. Это первый момент. И второй момент, это Олимпиада в Китае, да. Не забываем, достаточно такое сильное мировое событие идет, да. Но, чтобы показать свою силу, Китай хочет показать, проводя Олимпиаду, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Но, скажем, вот этими новостями, новостным потоком, который длится, скажем, о Олимпиаде мало кто знает. Я даже вот такой случай был на этой неделе со знакомым, который реально в спорте там интересуется. Я говорю, ты смотришь Олимпиаду? Он говорит, какую Олимпиаду, да. То есть, вот есть такие моменты, даже, ну, там, я такие эксперименты провожу, там, спрашиваю, как там смотришь Олимпиаду, какую там, ну, разные знакомые, даже вот супругу спрашиваю, там. Ну, она так особо новости не смотрит. Говорю, там, какие сейчас, что сейчас происходит в Китае? Она говорит, не знаю, да. То есть, вот так я такие опросы делаю. И, в принципе, вот эти, вот эти все моменты, скажем, достаточно интересны. Поэтому советую всем посмотреть фильм «Хвост виляет собак». И он нудный такой, но старый, но интересный. Там хорошие актеры снимаются. Поэтому вот так. Поэтому работаем в лонг по таким активам, как евро. Ну, и поддерживаю рост фунта, новозеландского доллара. Возможно, там с рискованными активами, там будет какая-то коррекция по S&P 500. Вверх, возможно, здесь будет какой-то боковик по S&P запилится. Где-то мы сможем от вот этой нижней границы откупить его где-то в район 45, 85, где-то вот сюда. Ну, посмотрим. Как-то вот так. Тот же биткоин аналогично, как и S&P 500, возможно, здесь тоже, скажем, запилится какой-то боковик. Мы сможем с этих минимумов, там, в районе 38 тысяч мы сейчас торгуемся, сможем там отрасти в район 45 тысяч. Ну, как раз в районе криптовалют. Давай действительно понаблюдаем за тем, как будет развиваться дальнейшая ситуация. Согласен с тем, что есть высокая вероятность локального боковика. Если увидим какое-то импульсное движение дальше, можно будет обсудить как раз во время встречи в эфире. Тем более, что мы возвращаемся с Виталием в привычный график. Следующий эфир в понедельник, если, конечно же, будет возможность Виталию тебя подключиться. Ну что, спасибо тебе еще раз за твои торговые сделки, идеи, рекомендации. Следим, смотрим, друзья. Рынки интересные. Следите вместе с нами. Стараемся для вас. Пишите комментарии, обязательно ставьте лайки. Всем спасибо. Виталий, тебе отдельное спасибо и до скорых встреч. Пока. Пока. Удачи всем.